Всем привет! На Камчатке началась жаркая пора для тружеников села. В этом году хороший урожай овощей. Лето выдалось жаркое, практически без дождей. В том же овощеводе, который реанимировали власти, погасив долги предприятия за счет краевого бюджета, собирают морковь, свеклу, капусту и картофель. В этом году аграриям повезло. Министерство сельского хозяйства России выделило региону 166 миллионов рублей, в том числе для повышения плодородия почв, приобретения семян, на поддержку собственного производства молока, а также развития племенного поголовья животных. По словам краевого министра сельского хозяйства Вячеслава Черныша, в растениевоческой отрасли у нас достаточно стабильная ситуация. Есть, правда, проблема, связанная с повышением цен на зерно, практически на треть. Но тут краевые власти обещают помочь крестьянам и в следующем году выделить субсидии сельхозтоваропроизводителям уже с первого квартала. Вообще, камчатские аграрии неплохо кормят полуостров. Только за полгода объем производства валовой продукции сельского хозяйства в крае перевалил за 5 миллиардов рублей. Так что крупные аграрии защищены, закрома родины полны, с голоду не умрем. А вот участников проблемы. Сегодня соцсети буквально кипят из-за статьи, опубликованной в российской газете. Громкий заголовок, цитирую, «Верховный суд запретил держать садоводам куриц, взбудоражил всю Россию. Камчатка не осталась в стороне. Честно говоря, даже не ожидал, что в нашей зоне рискованного сельского хозяйства так развиты частные подворья. Есть целые группы в WhatsApp, где люди связаны одной страстью к разведению кур, индейек, кроликов, индоуток. Есть и такие. Коз и тому подобное. Многие выращивают на дачах животных не только для души, но и на продажу. В общем, вносят свой вклад в продовольственную безопасность страны. И вот тяна. Верховный суд подтвердил, что в России запрещается содержать сельскохозяйственных животных на приусадебных участках. Возникает вопрос, какой жареный петух клюнул судей? Чем им так насолили безобидные дачники со своими курами? Выяснилось, что постановление суда родилось в ответ на жалобу жительницы Волгограда, которая судилась со своей соседкой по даче. Оказывается, та самая соседка разместила прямо на границе своего участка огромный вольер для индоуток протяженностью 20 метров. Там реально разводили птицу в промышленных масштабах. Но явно не для личных нужд, а на продажу. При этом были нарушены нормы не только при строительстве курятника. На границе участков вообще не должно быть никаких строений, кроме забора. Ну и все мыслимые и немыслимые санитарные нормы. В итоге из одной нерадивой любительницы домашней птицы в стране чуть не случился куриный бунт. Благо, что жареная статья вышла уже после выборов, а то сейчас бы политическим балом в стране правили красные. А теперь попробуем ответить на вопрос. А что же делать дачникам, разводящим птицу? Неужели всех кур под нож? Ведь Верховный суд постановил, вернее напомнил дачникам, что разведение сельскохозяйственных животных на территории садовых участков запрещено. Эти земли предназначены для отдыха и выращивания овощей. Разводить животных можно лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. В случае нарушения на владельца куриного участка накладывается штраф. Его сумма составляет от половины до процента кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей. Участок оштрафованной Волгоградки находится в составе Садового некоммерческого товарищества СНТ. Максимум, что там можно разводить, пчел, но только с одобрением соседей. Тем не менее, инцидент вызвал бурную реакцию дачников. Возле офиса областного союза садоводов и огородников в Волгограде даже прошли пикеты. Граждане заявляли, что правила некоторых СНТ разрешают разводить птиц и кроликов, не более 20 голов, при соблюдении санитарных норм. Но в суде справедливо отметили, что приоритет в спорных делах имеют федеральные законы, а не дачные уставы. Отмечу, что никаких новых документов о запрете на разведение скота на дачах не появилось. В садовых товариществах и при советской власти нельзя было разводить домашних птиц. Люди, не разобравшись, начали писать, дескать, караул, запретили. Но, во-первых, в России нет прецедентного права, поэтому волгоградский опыт неприменим, ну, например, Камчатке. Каждый случай нарушения должен рассматриваться отдельно. Россельхознадзором, муниципалитетом, судом. Во-вторых, собственник участка, решивший на свой страх и риск стать фермером, обязательно должен решить вопрос со сточными водами. Так, минимальное расстояние от курятника до источника воды, ну, колодца или скважины, должно составлять не менее 8 метров. Это значит, что вряд ли получится на шести сотках построить нормальный большой курятник и в промышленных масштабах завести коров или свиней. Напрямую закон это не запрещает, но по нормативам крупный скот на даче содержать не получится. Для этого нужна ферма. В-третьих, на всю живность хозяин обязан оформить ветеринарный паспорт и сделать ей прививки. Это очень важный нюанс, потому что он касается безопасности окружающих людей. Вспомните про птичий гриб. И последнее. Если бабушка раз в месяц продает соседям излишки яиц, то никакой беды в этом нет. Другое дело, если напротив вашего участка появится птицеферма со всеми вытекающими, шумом крысами, навозом, вонью. Рано или поздно случится скандал, а за ним последуют штрафы и снос курятника. И тут вывод один. Нужно дружить со здравым смыслом, чистотой и соседями. Тогда будут и яйца целы, и люди сыты. Это было мое особое мнение. Комментируйте, предлагайте темы. Меня зовут Евгений Севаев. До новых встреч на телеканале 41 регион.